Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстон и мы вновь играем в Human Evolution. Я, правда, за кадром, но я не то чтобы играл. Я ничего без вас толком не эволюционировал, новых существ не создавал. Но я периодически заходил в игру, знаете, там раз в несколько часов и собирал награду, которая здесь капала, типа во время моего отсутствия. Прокачал специально копилку, чтобы эта награда капала чуть побольше, за больший период. И, ребятки, у меня сейчас на руках 788 миллионов, которые мы сейчас потратим. И я тут узнал такую прискорбную информацию. Оказывается, смотрите, поначалу прокачка апгрейдов идёт за золото, а потом уже за кристаллики. И вот в этом, ребята, беда, да. Потому что я в прошлой серии говорил, что кристаллики, судя по всему, ну как бы я такой смотрел-смотрел на эти кристаллики, нигде их не требовали, кроме как покупку существа, и я решил, что окей, тогда можно потратить их на покупку существа. И только сейчас узнал, что их надо было не тратить, а надо было оставить именно, чтобы покупать улучшения. Ладно, ребят, что возьмём? У нас уже там много пузырьков. Возьмём увеличение уровня начального существа в пузырьке. Хорошо бы теперь 10 кристаллов накопить, чтобы ещё раз повысить. Но это позже. Откат времени пузырька за 10 миллионов. Ну что теперь, шкала заполнения и магнит. Ну вот и всё, больше я за деньги уже ничего купить и не могу, к сожалению. Что ж, давайте получим здесь всю траву. Смотрите, сколько здесь всяких товарищей сейчас появится. И давайте, наверное, прикупим маленько существ. У меня, видите, беда теперь, ребята. Ребята, я кристаллики для улучшения, мне золото не нужно. То есть золото я сейчас могу потратить только на покупку вот этих существ, да, получается. А, недостаточно, 16 на поле. Ну вы давайте там, это что, объединяйтесь, компонуйтесь. Мы что, зря магнит что ли брали? Соединяйтесь и уходите отсюда, освобождайте место для новых. Так, по эти, вот у... А, смотрите, я понял. У нас уже здесь не могут объединяться создания, потому что... Ну я понял, понял. Потому что у нас вот здесь на поверхности, я хотел как можно больше накопить, перед тем, как туда выходить. Но у нас вот здесь на поверхности тоже уже целая куча существ. О, смотрите. Здесь уже максималка, ребятки. Давайте посмотрим, что из всего вот этого сейчас у нас выйдет. Сейчас мы получим кучу лягушек. Так, теперь лягушки объединяются в кучу макак. А иначе никак, только куча макак. Так, теперь макаки у нас объединяются в этих глупых людишек. Эти людишки в античного человека. И два античных человека мы получаем современного человека, ребята. Отлично. Современный мэн. Что у нас, новый уровень не откроется. Но нам надо два современных человека теперь объединить, чтобы перейти на следующий этап. Ланокий. Для этого вернемся. И что сделаем? Смотри, мы уже можем рептилии покупать. А еще открылась возможность получать существо за просмотр рекламы. Но если честно, я не очень хочу смотреть рекламу. Поэтому пока что купим штучек так. Ну нормально купим. Деньги есть. Деньги есть. Как говорил. Дмитрий Медведев. Так, смотрите сколько у нас тут коробок. И это все с лягушками. А до этого у нас были эти существа попроще. А из лягушек. Представляете, что у нас здесь получится? Что у нас здесь сейчас получится из лягушек? Я сам не представляю. Но я думаю, получится больше, чем до этого. Вроде не намного больше. Вот даже на второго античного человека не хватило. Но мы сейчас еще прикупим. Еще прикупим. Куплено уже 22. Наверное, дальше стоит пока что приостановиться. Блин, как мало. 16 существ это очень мало. Вы что думаете, что у меня тормозной компа, он не выдержит больше 16? Да я все выдержу. Вы бы там даже, ну я не знаю, штук 100 бы выдержал. Так, лягушки, объединяйтесь. Так, вот отлично. Два современных человека, ребят, у нас есть. Выбери. Ох ты, а мне это не нравится. Мне теперь надо выбирать путь эволюции. Гибриды или киборги? Гибриды или киборги? Кибор-ги-бриды. Давайте будут гибриды. Окей. А вот эта вся ветка, она зависит от того, что я выбрал? Или мне теперь каждый раз надо будет выбирать? Началась новая эпоха. Эпоха гибридов. То есть можно даже, наверное, начать игру заново, если ты хочешь посмотреть, а что бы вышло из киборгов. Кстати, мне вот тут тоже написали, если я хочу получать деньги, я могу клацать на существо. То есть вот на этого парня, кстати, он мне за раз 12. Ну, прилично, он мне дает денег. Мне, правда, сейчас не надо. Мне сейчас надо существа соединять. У нас вон тут, видите, сколько пузырей. О, кстати, я могу апгрейд купить. Я, правда, знаете... Я тут подумал... Мне, наверное, все-таки лучше вот этот апгрейд взять. Он мне выгоднее будет. То есть этот апгрейд мне позволит быстрее зарабатывать самоцветы. А чем быстрее я зарабатываю самоцветы, ну, тем быстрее я прокачаю все остальное. Поэтому сначала, наверное, я прокачаю вот это, а уже потом буду брать вот эти крутые апгрейды, чтобы увеличить уровень существа, получаемого из пузыря. Хотя это тоже такой, прям, мне кажется, топ апгрейд. Но, тем не менее. Приходится что-то выбирать, и я свой выбор сделал. Так, смотрите, я уже обезьяну могу покупать. Давайте сразу купим штучек, так, я не знаю, ну, пока не заполнится. Да, пока не заполнится. Теперь у нас здесь есть целая куча обезьян. Вон, видите, еще один кристаллик заработали. Довольно-таки быстро. Еще один гибрид уехал. Что, посмотрим, что будет из двух гибридов? Химера какой-то. Слушайте, мне кажется, с киборгами было бы веселее, чем с этими гибридами. Наверное, надо было киборговые выбирать. Ладно, неважно. Но, в принципе, если бы я выбрал киборгов, я бы то же самое думал бы сейчас про гибридов. Думал бы, блин, надо было выбирать гибридов. Так, ну, давайте, я не знаю, всех примерно по 20. Пришло время вскрывать подарки. Объединяйтесь, объединяйтесь, соединяйтесь. Плодитесь и размножайтесь. Объединяйтесь, объединяйтесь. Так, один гибрид отъехал. Купим еще маленько. Еще маленько. Так, вот этих до 20 штук. И вот этих до 20 штук. Потому что чем дальше, тем дороже они становятся все. А все, кстати, денег больше не хватает. Можно, конечно, там что-нибудь рыбок, вот этих блопиков купить. Окей. Слушайте, а вот на этом уровне, как будто бы магнит не работает. Такое ощущение, что... Такое ощущение, что магнит работает только на уровень ниже. А здесь не работает. Может быть, его надо улучшить, чтобы он в этой эпохе тоже работал. Так, два современных человека. Соединяйтесь. Рыбки, лягушки, обезьяны, троглодиты. Так, у нас античный человек. Так, давайте сюда опустимся. Здесь у нас тоже есть чем заняться. Здесь надо уже постоянно то тут, то там прыгать повсюду и решать проблемы эволюции. Так, ну что, все, денег нету. Я могу только за рекламу, конечно, постоянно сейчас призывать. Ну, видите, как мы мелко уже пали. До этого мы покупали этих троглодитов пачками, а теперь уже покупаем всякую ерунду. Или как, троглодитов вроде не пугают, но этих шимпанзе покупали. А теперь мы уже это, живем по средствам, скажем так. Так, даже ничего больше соединить не можем. Да, видите, магнит почему-то только здесь работает. Наверное, его надо прокачать, чтобы он работал выше. Игра, конечно, знаете, угнетает постоянной бесконечной рекламой, которая заставляет просто навязывать ее просмотр. Так, ну, смотрите, мы уже туда сколько гибридов отправили? У нас уже здесь три гибрида. Двух объединяем. И что мы получаем в итоге? Похож на этот, знаете, чем-то на протаса. На такого зилота. Ну, чем-то отдаленно. Оператор. Окей. У этих, кстати, разработчиков, вот помимо этой игры, есть еще игра, называется, эволюция пришельцев. Мы сейчас играем эволюцией человека, а у них есть эволюция пришельцев. Хотя вот эти ребята, уже знаете, на человека не очень похожи. Так что это тоже похоже на эволюцию пришельцев. Можем вот так маленько денег наклепать нам чуть-чуть. И теперь кого-нибудь за полученные деньги... О, смотри, античный человек появился. Каждый раз, когда мы открываем новый вид, мы можем все более крутых существ покупать. Два античных человека так. Ну, мне кажется, это прикольно, что уже можно прямо античных людей сразу брать. Хлоп, двоих объединил, уже современный. Два современных уже гибрид, да? И у нас уже есть девять вот этих кристалликов, что тоже неплохо. Так, ракообразные, давайте. Главное соединять, знаете. Неважно, сильно мощные там существа или нет. Знаете, я вот тут даже что подумал. Я даже подумал, что может быть было бы неплохо. То есть, каких бы ты существ не соединял, в любом случае, ты получаешь за это вот здесь заполнение шкалы. То есть, можно даже там по дешевке вот здесь в магазине купить даже самые обычные ДНК. Мне много денег хватит. Но использовать их как своего рода возможность прокачки ящика. То есть, он же ящик прокачивается за то, что ты соединяешь существ. Так, только, блин, здесь такой мусор. Хорошо бы было поле чуть-чуть побольше. Да, и я вот говорил, если бы здесь сто. О, а представляете, если бы здесь сейчас сто летало вот этих существ. Я бы фиг кого соединил здесь в этой толпе. Тут такое месиво. Ну, конечно, магнит бы помог, но все равно. Вот, мы можем сейчас, в принципе, ДНК, они вообще почти ничего не стоят. И мы можем за счет этого нафармить себе кристаллики. Кстати, кристалликов уже 10. Давайте купим себе еще одно улучшение шкалы заполнения. Теперь надо 44 смешивания для ее заполнения. То ли надо будет, когда прокачаем. Так, давайте, соединяйтесь все, соединяйтесь. Можно вот этих тоже купить. Они уже гораздо дешевле стоят, чем простые бактерии. Их уже выгоднее покупать. Так, ну одну ДНК надо купить точно, а то ей пары не хватает. Ну и вот этих сейчас купим. Так, че, уже, наверное, и этих не выгодно, да? 270, а эти всего лишь 23. Теперь будем омек покупать. Эх, уж, это вечно эта проблема с местом. Места прям для жизни вообще не хватает. Но сейчас так по кругу можно, знаете. То есть сейчас выгодный омек будет покупать, а потом опять можно будет возвращаться к покупке ДНК, потому что они опять будут дешевле всех. Когда мы на всех остальных цену поднимем. А покупаю я их даже не столько, чтобы прокачать, да, сейчас эволюцию, сколько просто для того, чтобы набить себе кристалликов на соединении и купить апгрейды. Чем раньше куплю апгрейды, тем, ну, тем раньше прокачаю все остальное. Вот, видите, плюс один кристаллик. И такими темпами, в принципе, недолго. И мы уже, ребята, я думаю, набьем себе эти 15 кристалликов. Еще прокачаем этот сундук. И потом, чем дальше, тем будет проще набивать эти кристаллики. Давайте я, наверное, ребята, сделаю так. Я, в принципе, этим за кадром маленько позанимаюсь. Понабиваю кристаллики, понабиваю чуть-чуть деньги. И, ну, если вам нравится это видео, поделитесь им со своими друзьями. Если оно наберет достаточно просмотров, то мы продолжим снимать эволюцию человека. И в следующих сериях вы можете посмотреть мой прогресс. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!